Привет. Здорово. О чем поговорим? Предлагай. Политика, война, история. Политика, наверное. Задавай вопрос. Как так получилось, что дядя Володя в ваш ближайшее время? Какой дядя Володя? Конкретизируй. Зеленский. Дядя Володя. Прикольно. Тут еще никто не говорил. Даже сестра моя не говорит, дядя Володя. Говорит Владимир Александрович. А сестре 15 лет, между прочим. С большим уважением, сестра. Дядя Володя. Дядя Володя это еще более уважительное. Да, смотри. После окончания войны съедет куда-нибудь на острова. Я сам поеду в Грузию. А, ты сам поедешь в Грузию? Да, отдохну. У меня там знакомая в Батуми. Обещал в гости заехать. Ну это нормально. Ну в смысле, ты не против, да, что все так и случится? Ну по окончанию войны поехать в отпуск вообще супер, отличная идея. Начало будет бухать, это месяц. А потом поедем, отдохнем. Отметим за рубежом. Покажем, как гуляет Украина после победы. А, я думал, после подписания пакта. Какого пакта? Ну, что вы все-таки об... А, не, не, это о ваших мечтах. Да, Ама, извини, забыл. Еще в Евпаторию нужно съездить, не будет. Я думаю, это невозможно будет. Не, не, съезжу. Мы же аккуратно те оккупируем свои земли. Там одно, один знакомый живет, ему нужно домой. Наверное, я еще в четырестом году обещал. Я привык держать свое слово. Че ты в куртке, кстати, сидишь? Отопления нету, что ли? Выходил курить. А, согревайся еще, не отошел. Открыт балкон. Понял. Проветривается. Понятно. Понял. Вопрос нет. Я думал, холодно отключили отопление, бывает такое. Нет, у нас такого нет. У вас либо есть отопление, либо его вообще нету, я в курсе. Нет, у нас либо есть, либо есть. Либо нету. Напомним, у вас 30% государства не газифицировано. А при чем из газификации? Ну, если нету газификации, значит и нету отопления. Ну, собственно, есть, допустим, ТЭЦы, которые работают не только на газе. А есть квартиры, которых вообще не проведено, даже батареи нету. Ну, если ты говоришь про, допустим, там, не знаю, там, деревни какие-то, но кто, наверное, да. Деревни, города. Вот, 10 дней газеты ОРУ открываю. Этот месяц, кстати, 13 число. Забайкальский край. 10 дней нет нормального отопления. Жительница Забайкалья. Жители города Борзя жалуются на отсутствие отопления в домах. Температура воздуха, бла-бла-бла. Мурманск, Северпост, Реалии Крыма. Новости Мэйл.ру. Жители Уфы массово жалуются на отсутствие отопления в домах. Российский с это читаю. Там, Дзен.ру, Суб, Сибирские морозы и Циклон жалуются на жители Дзен.ру. Это вообще максимально российский, я так понимаю, сервис. Потому что ваши блогеры часто на нем сидят. Жители российских регионов жалуются на отсутствие отопления. То же самое. Декабрь месяц. Отопление в морозы. Тем временем холода продолжаются. 24 ТВ хотят забросить. Россияне жалостные проблемы с отоплением. А, это 22-й год, что я забрел. Вот. Это дальше про Мариуполь жалобы. Ну, там и понятно, почему нет отопления. Как бы все уничтожено, а отопление не провели. Дальше про Мариуполь, про Мариуполь, что вы про свои новые территории. Что же вы про свои новые территории, не беспокоитесь. Вот как бы прочитал первая страница поисковика, выдает мне преимущественно российские сервисы, российские сайты и говорят отсутствие отопления. Причем пишет, что не просто отключение не проведено, а его нету. Ну, окей. Да, окей. Что еще? А ты напомни, где живешь? Я в Сибири живу. В Сибири. В каком городе, если не секрет, конечно. Новосибирск. Новосибирск. Повезло в Новосибирск, видимо. У меня прям жарко. У меня прям жарко. Как у вас? Я иногда штаны забываю одеть, жена жалуется. Причем ты без штанов ходишь. Где ты живешь? В Харькове. Харьков. Ну, Харьков. Прекрасный украинский город. У меня у знакомого, в общем, получается, ну, не у знакомого, даже у хорошего друга, вот, мама живет в Харькове, а он живет в Белгороде. Получается, дилемма какая-то. Какая-то дилемма? Он очень сильно переживает. А? Какая-то дилемма? В чем дилемма? Ну, он очень сильно переживает за то, что происходит. Понятное дело, не дай бог вам что-то сбрендит, в очередной раз ракету пустите на Харькове, нет. Я его прекрасно понимаю. Я очень долго сомневался, звать жену свою назад в город или не звать. Ну, как бы сказала, если шел вдвоем, ну, обещали, что пока смеет нас так, лучше хотя бы одновременно. Ну, что-то, что-то сразу начинаешься это. Ну, а чем по-твоему, а чем по-твоему переживает он? В маму может попасть, логично же. Харьков же иногда обстреливают. Или думаешь, что по какой-то другой причине переживает за маму? Ну, это очень суровая ирония с твоей стороны. Как есть. Мыши, реалии войны, фашистые государства обстреливают Украину. Всякое может произойти. Я раньше чувствовал, что каждая воздушная тревога – это моя последняя тревога. Как бы, моих не хватает мне спуститься в убежище. Да и долго. Поэтому примерно так и рассчитывал. Долгое время в коридоре провел первое время. Но вот сейчас, как бы, тревога и тревога, взрыв и взрыв. Есть такие вот, как показала практика, если попадать в дом, то там шансов мало. Поэтому я и не спускаюсь. Ну, вот то же самое, наверное, и друг так же переживает. Прекрасно понимает это. Ну, вот почему ты сидишь за это? За компьютером, микрофоном, а не за... Я блогер. Это моя деятельность. Это по той причине, почему ты сидишь сейчас на кухне. Наверное, у тебя выходной. Или вернулся с работы. А это моя работа, я блогер. Логично же. И что ты пытаешься рассказать? Мы общаемся. Я говорю, что ты пытаешься рассказать? Мы общаемся. Вот у нас с тобой живой диалог об отоплении, об обстрелах, о жизни. Вот об этом и говори. Че он если пытаюсь? Язык, губа, гортани. У меня прекрасно получается. Ой, да ладно, че вы его называете? Он уже сказал, балкон проветривает. Ну, давайте сделаем поблажку, без стёбы. Мы же нормально пытаемся поговорить. Правильно? Все, что я вижу, это твою провокацию, твою злость. Ни в коем случае, что ты? Как представителю страны оккупанта, какая злость? Ты что? Сколько тебе лет? 31. А тебе? А дедушке, бабушке? А тебе сколько? Откуда? Мне 36. 36, понял. Поделились знаниями о возрасте. Круто. Я говорю, дедушке, бабушке откуда? Из Украины, с Полтавы. С Полтавы? Да. Все? Все. Приехали в свое время из Полтавы в Харьков. Куда на работу устраивали, где квартиры выдавали, тогда и приехали. Там власть, короче, тебе не понравилась, да? Какая власть? Ну вот, что выдало квартиры? Что? Я говорю, ты как отказался в Харькове? Я тут родился. Не повезло, да, получается? Кому? Тебе. Почему? Ну, ты же сейчас, как бы это... Что? Горишь? Тебя оккупируют там, тебе невозможно там жить. Что невозможно? За микрофоном. Что за микрофоном? Ты о чем? Дядя Петя, ты друг? Не надо. И нехрен, это вопрос. Что-то несешь. Тебе не повезло, ты там что-то. Что за набор букв? Знаешь, когда ты буквы соединяешь в слова, и слова пытаясь составить и со слов составить предложение, в этих предложениях должен быть какой-то смысл. Вот у тебя какая-то, ну, сейчас каша, ты говоришь, тебе не повезло, ты там что-то. Смысла в этом всем, конечно, не так уж и много. А смыслит тогда наш диалог? А смыслит что? Ты, блин, какую-то несешь. Ты, по-моему, слимался. Согласен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok